Это первая практика в моей жизни была, я тебе клянусь. Вообще, я в Сидюке 15 минут, он такой, ну смотри. Это когда было? Это было месяца два назад, может три. То есть два месяца назад и первый раз? Впервые я вообще начал так. Ребята, сегодня будет мощнейшее обосрало, блядь. Я шучу, Стасин. Да, да, да. Вот, я вообще увидел первый раз в Сидюке, ну как бы и потыкал. Вот, но в принципе эти 15 минут были не стыдные, нормально. Юра сказал, о, слушай, ты все хорошо, можешь сводить. Да, я сводил вот на вот этих, вот, на двухтысячных. Ага, уебанские. Ну, отлично. Ну, я хотя бы знаю, что нажимать. Короче, я тебе в любом случае подсквачу, подскажу там и так далее. Плюс сейчас ты еще тоже чуть-чуть потренируешься. Ну да, мне просто на самом деле понять какие кнопки, где чего, ход Q и все в целом, да, все остальное как бы. Ну, так, погоди, ну а ты какие-то туториалы, там что-то, я не знаю, смотрел вообще как? Вообще нихуя. Я только занимаюсь продакшеном всю жизнь, поэтому я, ну, диджест для меня это вообще экспериментально. Экспериментально сегодня будет, да. Да, ну мне, я всем, кому, все, кто мне написал, мне сказали, ну ты вообще сумасшедший, это будет эфир просто, ну, ор вообще максимально. Я не знаю, у меня на самом деле, я вот, я тебе говорю, я сейчас вот два часа тренирую, ну как два часа, первые полчаса я вообще такой вспоминал, господи, какие кнопки-то вообще были, потому что я 15 минут все увидел, да. Полчаса я поковырялся, потом съел пиццу, вроде как окей. Самое главное, пицца, блядь. Да, и потом ровно в 7 я начал откатывать, короче. Главное, чтобы у тебя сетки были ровные и, если что, можно будет задействовать синг. А, ну и все. Ты же разбираешься, сильная доля, начало квадрата. Я свожу как болт. Это все это. А, да? Ты увидишь. Ну, нихуя себе, блядь. Не, ну серьезно, короче, ну, я прям уверен в себе. Единственное, что у меня есть подсказка в плане, я написал себе, какой трек за каким. А ты мог не писать, ты мог в рекордбоксе уже составить. Это пока не умею. Не умеешь? Я пока просто поставил метки, слава богу, у меня есть хороший список. Да, да, да. Если что, я просто буду на список, ну, точнее, я точно буду на него смотреть, ну, и все. Да, 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 именно так и будем. Да, а так я человек продакшену, это сидеть и долго-долго. Так, давай, из Иваново ты уехал в Питер, ты сказал, да? Нет, 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 я сам с Питера, 21 год. Ой, да, да, из Питера. Я прожил в Питере, потом, значит, в 20, точнее, в 21 год я познакомился с супругой в Иваново. Ты говори, когда это было, примерно, сколько лет назад? Господи, ну, 14 лет назад. 14 лет, ну, условно, да, 14 лет назад познакомился с супругой, она жила в Иваново, у меня был брат Иваново. В общем, я переезжал, вот, познакомился с ней и через буквально года полтора-два я переехал в Иваново в 23-е. Это был Ризен 2.0, вот, потом отновился 2.5, я помню, но это где-то лет 20 назад, вот, и я начал... Я пробовал в ней что-то ковыряться, блядь, настолько она... Блядь, она не для Drum'n'Bass'а. Она, да, если для техно, вот, что-то вот туда-блядь. Она такая, больше электроник, такая-то, да-да-да-да-да-да. А сейчас куда пересел? Вот, и потом, ну, я и не писал Drum'n'Bass'а с самого начала. Чего писал? Я писал идеям какой-то, я был там на Apex Twin'е. Прикольно, да, писал идеям, мы написали очень много с братом треков, там, под сотню, может, под больше. Нихуя! Да, выпустили там, короче, 5 альбомов каких-то там. Чего? Да, но это все... Прям официально? Ну, это было... На Лейблено каких-то прям? Ну, это были, знаешь, такие времена, когда ты выпускался без, как сказать, бесплатно. Это были, типа, фришные лейбли. Да, да-да-да. А, фришные лейбли. Ну, сам факт, что. Да-да-да, ну, там был один лейбл фришный, там, с Хьюстона американский какой-то даже. Ну, типа того. Ну, там чуть-чуть, короче, о нас как-то заговорили даже, и потом мы... Как назывался проект? AT-Dronic Acid. Еще раз. AT-Dronic Acid. AT-Dronic Acid. Ну, если загуглить, он нет. AT-Dronic Acid. Ну, это по приколу, кто захочет, можете приколоться. Это было 20 лет назад. Вот. И... Ну, 15, да. Вот. А после этого, ну, я уже слушал Drown Base активно. То есть я Drown Base начал слушать где-то в конце 90-х. Ну, первая пиратская станция. Свою даю. Спасибо, я буду очень аккуратен. Я буду аккуратен. Да-не-не, все равно. Да-не. То есть это была первая пиратская станция. У меня брат попросил купить диск. Иди сходи. Какой год? Ну, 2001-й. А, первая пиратская станция. А, все, да. 2001-й. Я пошел в магазин, купил диск, включил себя, слушаю. Думаю, что за параша. Вообще не зашло. Реально. А там как раз вот этот первый трейк. Pendle. Он вьючий, Proficies. Да ладно. Не зашло? Да, вообще не зашло. Я не принимал. Я думаю, слишком однообразно. После продажа. Есть такое. Очень многие говорят, когда я тоже кому-то ставлю Drown Base, который не в теме. Говорят, что ты у меня одно и то же. Да, да, да. Брат такой, да нет, ты не шаришь. Короче. Ну, я такой, окей. А что-то есть другое похоже. Он говорит, да кого джангл есть там. И пошло там P.F.M. у меня трио. И я там, а, ну вот это хорошо. Вот это давай сюда. Фанкин. Там уже более груб. Ну, сложный такой. Да, да, да. Какие-то атмосферы. И я проникся. А потом после уже, ну, как бы вторая пиратская станция зашла как по маслу. И пошло-поехало. Потом 2005 года, ну, у меня уже исполнилось 18, я школу окончил. И пошли рейвы. Слушай, да ты один херн остался на этой волне Liquid Fond. Да, да, да. Ну, нет, потом у нас в Питере началась Therapy Station. Да, было. И мы нырнули жестко в Therapy Station. Вот. И ты слушал такое? Да, да. Я слушал очень много тяжеляка. Но не писал. Но не писал. Драма бейса не писал. Мне понравился тяжеляк. Почему? Потому что, ну, на фоне джангла, да. То есть, это такое более... Когда Аманы, там как раз переход был очень мягкий. Ну, в плане... Более тяжелее, да. Легче перейти на тяжеляк. Но потом, как раз, когда Therapy Station уже... Ну, начали там четвертые, мы уже устали. Ага. И я услышал однажды Radio Blazing. Передачу... Не Radio Blazing. Передачу Blazing. Да, Megapolis FM. Да, и я думаю, вау, а что это такое? А там пошли... Ну, тон. Да, да, да. Молодные электрости. И все, пошла лоджистик. И я такой, вот, вот это я хочу. Я устал от тяжеляка. И я полностью переключился в Liquid, короче. И мы прямо на этом Blazing твоем жили. Просто там с другом. Вообще просто. Ну, это... Респект большой. Реально. Потому что в Питере не хватало Liquid. Там прям гремела тяжелая музыка. Да, да, да. Очень тяжелая. А в Москве как раз Liquid такой шел. Потихонечку все круто. Ну, у меня Blazing был как раз в основе заточен. И направление было, курс. Да, да. Я держал на более ликвидное такое. Но в любом случае я, этот... Уделял внимание и мейнстриму, и нейрофанку. Но основа была... Когда приезжали артисты. Да, да, да. Ты специально под ножью, я помню, там делал. Да, да, да. Передачи. Это все было. Ну и, соответственно, мы познакомились с такими артистами, как ты познакомил там Electro Soul System, Subwave. Это все было в студии. Вот эти первые люди, которые там... Когда у Subwave, ой, у Electro Soul System выходил на Subtitles релиз. Мы все гремели. Да, да, да. Времена, короче, золотые. Это было охуенное время. Да, да, да. Базара ноль, да. И после этого я уже переехал в Иваново. И с музыкой стало тяжелее, потому что, ну, как бы, нужно было больше... Ну, как сказать, в другом городе заново там поставить все дела. То есть там никого нету, знакомых нету там, да, с женой. Вот я там работаю туда-сюда. А ты почему переехал-то? Переехал чисто ради жены. То есть именно такое было решение. Она в Иваново живет? Да. Но она сама из Севастополя. Ага. Вот. Но она тоже переехала в Иваново там в течение обстоятельств. И в итоге мы, я с Питера, на Севастополе живем сейчас в Иваново. Вот так встретились. Вот. И потом потихонечку работали. Вот что делает любовь. Да, точно. А есть еще такой мем, кстати. А ты, типа, переехал из Иваново в Питер. А ты попробуй из Питера в Иваново. Не видел такое? Нет. Ну, нас просто где-то я видел на просторах интернета. В Иваново из Питера. Да. Ну, типа... Ты уехал из Иваново в Питер? Нет. Я приехал из Питера. Я говорю, я из Питера. Они такие, что? Типа, ну, камон, зачем? Ну, типа, я говорю, ну, долго. Такая вот история бывает. Очень все классно зато, на самом деле. То есть никакие... Самое главное, чтобы... Да, у тебя... Так, вставляйся сюда. Так, флешку. В одну из... Вот. Это пульт. Мари, да. Видишь? Граница. Это пульт. А вот сидюк. А, все, все. Вижу. Вот. А потом... Драмбест я как начал писать? То есть в 2016 году... В 2016? Да. В 2016 году... Как бы появилась возможность... Оторваться от работы. И... Ну, заняться тем, что как бы... Отдушина. Ну, не отдушина, а, наверное, путь жизни такой. Еще много было. Заниматься музыкой. Потому что я изначально очень сильно музыкой занимался. В детстве. Гитара там туда-сюда. И... Ну, а драмбест как бы это был один из таких... Любимых. Ну, точнее, такое основа жанра моя. То есть я очень много слушаю. Ну, в основном как бы драмбест. Ну, так разную музыку слушаю. Ну, для меня как бы это... Ну, да-да-да. Познакомился там... С... Андреем и Скалорсом. Вот. Он мне там... Я приезжал в Питер. Ага. Пошел в трамплин. Ну, он мне несколько часов провел со мной. Да, он из Питера. Да-да-да-да. Помогал. Вот. Потом я познакомился с Бертом. Берт мне тоже очень помог, да. Берт. И респект ребятам, да. Они прям мне подняли планку. И после этого я сильно-сильно много начал писать, писать, писать. И как бы вот... Ну, Берт, в основе он и звукач вообще. Да-да-да-да. Он мастеринги делает там. Ну, тогда когда я с ним познакомился в семнадцатом году, я думаю... А, ну да, он уже работал, наверное, на Фокусе, да? Инженером-звукорем. Слушай, возможно, да. Уже работал, да. Он давно в этой теме, блядь, да, барахованный. Вот, и все. И потом, ну, а что мне потом... Как все сказали, ну, блин, пиши и как бы работай. Писал, работал, начал выпускаться. А у тебя какой? Base Land 2 или Base Land? Так, нет, который второй. Второй. А, подожди. Я сегодня тренировался... Не, давай вот на этом. Мейкерск. Вот этот? Да-да-да. Так. Вот. Чтобы загрузить, помнишь, да? Выбираешь, загружаешь. Раз. Все. Вот он у тебя есть. Меточки у тебя проставлены. Хорошо. По меточкам, смотри, метки сразу определяются. Потому что на двухтысячном трэш какой-то. Я еле догадался. Я не знал. Здесь сразу же? Я зажал, что-то начали мигать. Все верно. Чтобы их вызвать, кол. Видишь? Нужно подержать, нажать. И они мигают. И ты их прозваниваешь еще раз. Да-да-да. Здесь такого нет. Все. Они уже сразу же. И блин, у меня тайминг это ровно 60 минут. Прям ровно-ровно. Ну и плевать. Будет меньше и меньше. У нас стрим. А. На FM идет в субботу на воскресенье запись повтор. А, вот. Я все думал, когда будет на FM. FM или она будет? Да-да-да. А, круто. Ну правда, это ночью, когда все там тусуют. Такая разница. Все равно прикольно. Ну я тебе могу немножко раздосадовать то, что FM сейчас уже по стоку по стоку. В основном все стримы. Естественно. Смотрят. Ну это, блядь, да. Ну естественно. Так, ну я смотрю у тебя по релизам-то. У меня там вообще. Нормуль. Ну, по релизам, короче, я очень жестко пушу. Фокус. Да. Демант. Сайн. Кельсио. Цельсио. Да-да-да. Я Сайн не знаю. Демант тоже не особо. Ну, Демант это лейбл, на котором выпускались, это швейцарский. Угу. Там топовые чуваки выпускались, я очень долго... Там X-Colors, во-первых, был артистом очень много лет. То есть он мне, в принципе, подсказал. Я, может, оттуда релизы знаю, но про лейбл особо... Да, конечно, да. Да, там... Я туда очень долго пытался... Я просто хотел принципиально туда попасть. Я прям засылал ему целый год. На второй год он у меня забрал несколько треков. Потом мы собрали пишку, все круто вышло. Ну, как бы, так как артист молодой... Раньше обращали внимание на лейбл и артиста. Сейчас ты живо, да. Сейчас обращаешь внимание уже больше на артиста и название трека. А где он выпустился уже по хую, в принципе. Ну, бывает такое, что когда ты смотришь за артистом, смотришь его с аунтом, выпустился на этом лейбле, потом еще выпустился, и ты такой, блядь, а что это за лейбл? Хуя копаешь лейбл, смотришь там других чуваков, нихуя себе. То есть уже по лейблу пошел. Да, да, да. То есть вот такое бывает. Да, да, да. Ну, в общем, да. Я вот прошлый год, когда вообще ковид наступил, естественно, мы перестали путешествовать и вообще никуда не выехать, и я засел в студию, очень много писал, очень многое написал там за ковидный год, за двадцатый и двадцать первый, ну там порядка, наверное, треков шестидесяти. Погоди, вот ты садишься и за сколько ты делаешь трек? Сутки? Ну, у меня... Нет, не сутки. У меня такой, у меня... Я себе поставил дедлайн, два трека в месяц минимум выдавать. Вот вообще прям по-любому. Ну и в основном, как бы двадцатый за ковида, двадцатый, двадцать первый год, я шел с опережением графика по три среднем трека в месяц, у меня накопилось очень много треков, я их доделал, доделал, и потом пушил, вот весь двадцать второй я пушил на фокус. То есть у меня там пять, около пяти релизов и пишек прямо именно на фокусе, но как-то что-то не так сильно, как хотелось. То есть все-таки как бы, ну, музыка, видимо, слабовата еще, ну уровень как бы не сам, не топовый прям вот, который топовый. Но я общался уже и с хоспиталем, с All-Went, как бы с менеджерами, они вроде как бы да-да, потом нет-нет, потом очень много было. Это ебала стандартная. И прям, да, маринуют очень жестко. Маринуют? Вообще, прям по полгода ты такой. Бля, да-да-да, вот у меня вот ребята были до этого. Это маринуют, это вообще, это кошмар. И поэтому, ну, ты просто через мелкие лейблы, ну как через мелкие, через средние вот эти средняки, которые, ну, не постулаты, которые вот берут, да, большинство артистов, ты, конечно, туда. Ну, там дорога открыта просто, да, уже не интересно. Уже хочется, вот, ну, я тот год очень сильно пробушил, и я понимаю, что, блин, хочется уже выше. Да-да-да-да. Ну, и вот сейчас общаюсь там вот, не знаю, Galaxy, ну, вроде как, типа, все окей, давай там, что-то там вот вроде как двигаться, и моя студия. Твоя студия, да? Да, в Ваново. АПС, мониторы, лучшие, Моники. Прям вообще. Бля, слушай, по мониториям, бля, это просто безец. Кто, чему, кому, что. У меня были Адамы, только не вот семерки, а пятерки тоже серия X, A5X, офигенные. Я на них много, ну, сколько, года два поработал, но потом я увидел вот эти АПС, мне прям с двух сторон порекомендовали, потом вообще много музыкантов порекомендовали, и я их когда приобрел, ну, вообще, ну, прям, я был очень рад. В чем разница? Детализация. Детализация, бля, вот эту хорошую дают. Знаешь, что, очень крутой твиттер, но от него у меня уши устают. Я работаю долго. Да, да, да. Больше двух часов уши просто уже... Безец, да, да. Убивает прям. Да, сильно. Вот только из-за этого я... Адамы прекрасные, они вообще, ну, идеальные мониторы, но я прям устал. И я когда вот пересел на АПС, я такой, наконец-то могу слушать, там, в 6 часов могу работать. Очень мягкие. И они, знаешь, какие очень быстрые. Они прям такие, прям, ну, вообще, ну, классные. Ну, не зря у многих. Я не буду сейчас пиарить, у кого они есть. Я успел купить, знаешь, когда в марте, они выходили как раз в обновленной версии 2020 года, они... Еще раз модель назови. Классик. АПС Классик. АПС Классик. 20-го года у меня модель, это новая. То есть были предыдущие, они чуть-чуть, ну, типа похуже, но тоже хорошие. Я их купил в ковид, то есть вот в марте, как раз когда началось этот локдаун, последняя партия с Польши пришла. 69,99. За пару. Да, это просто, ну, это халява. Это сейчас, да, вот сейчас. 129. Сейчас давай себе. Ну, 69 тысяча такой. И то, вы знаете, их поставляют сейчас? Ну, поставляю, тоже не буду рекламировать, поставляю. Там есть мужичок, который занимается. Да пофигу, рекламируй. Да, рекламируем. Тогда не помню, как зовут, честно. Вот. И, ну, вот просто у меня сейчас недавно, буквально летом, покупал знакомый. Вот он сказал, с доставкой вышло 130 тысяч. Я такой, а я за 69,99. Ну, это кайф. Ну, да. И я даже вот, знаешь, как мне вот сейчас... Там же всё прыгнуло. Запчасти вместе, блядь. Сейчас вот мне скажи там, типа, там другие какие-то. Да вообще никакие не надо. Ну, потому что на другие надо бюджет там на 300. Да, да, да. Ну, как бы, а шило на мыло менять вообще бесполезно, поэтому... Это само собой, да. Так что, а так, да. Ну, ждём. Production лучше. Надо улучшать. Надо... Он у тебя ещё будет меняться, поэтому, блядь. Нормально, sorry. А ты, погоди, мастеришь сам или как? Ну, я на мастер... На лейбл отправляю свой мастер, естественно, да. Нет, свой, да. Но они ещё там что-то... Да, 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 да. Но я тебе скажу, разница 10% это край вообще от моего уровня. Ну, то, что я присылаю, ну, прям 10% это даже, наверное, ну... Фига, ты натрачился нормально. Ну, хорошо, да. Я прям... Ну, это из-за того, что много треков, больше опыта и, соответственно... Ну, чем больше пишешь, тем больше, ну, ты как бы лучше и делаешь. Тут даже это не обсуждается. Уши натренировал, как бы, да, нормально лежал. Слушай, ну, вот ты пишешь легкотню, грубо говоря. Нет, не всегда. Нет? Да, есть разные треки. У меня просто сейчас я подготовил Liquid Funk, потому что я на него сильно пережал... Перепрыгнул, точнее, да, сейчас в последнее время. А так у меня, например, есть... У меня с собой жалко, нет трека. Я, например, вот делал бутлек на поле, как Калк Бреннера. Там чисто Амоны, например, и там прям такой хардкор. И, ну, я вообще... И вот сейчас у меня релиз выходит в марте на Engage. Это такое... Да, да, да. Ну, знаю, да. Слушай, ну, Амоны на Overview можешь кинуть. Да. Или на Overshadow. Ну, типа того, да, да, да. И, короче, и у меня есть такие диповые, очень глубокие треки. Ну, прям такие сильные. Ну, просто я сейчас направлен был на Liquid. Очень сильно я хотел... Если дипуха, то вот можно залететь на Critical. Ну, там, блядь, Competition, конечно, жесткий. Да, 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 там тяжело. Вот, поэтому... А так, ну, у меня разноплановый. То есть у меня нет такого, что я принципиально Liquid. Вот это круто, да? Не-не-не, у меня мультижанровый. То есть я так... Ну, я просто хотел добиться в Liquid определенного звука, подобраться к нему. Надо было тебе принести, блядь, и показать людям, что ты не только вот еще такой можешь. И даже IDM какие-нибудь старые, прикольные электронику, что-нибудь интересное прям. Еще один эфир. Да, это, это, да, на будущее уже. Да, 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 да. Я могу там какой-то... Это он так специально, наверное, сделал. Такой ход. Придипованное что-нибудь, да, да, да. Не-не, круто, круто, сделаем. Я хотел, на самом деле... Ну, видишь, у меня... Я долго очень собирал микс, я его туда-сюда. Вроде сначала напихал чуть-чуть дипованных вещей, а потом подумал, не, уберу, короче, сделаю просто Liquid и не буду... А не свои треки? Много у тебя их? Я думаю, где-то треков 7 из 28. Комикс, соло, мейдж, мейдж... Мы с мейджем делаем коллаб. А, это, кстати... Во, послушай, прикольно, его не будет. Это на виниле... Блэка, блэка, блэка. А, сексблэк. Да. Это я делал... Этот... Бутлег, он вышел на виниле. На фокусе. Бутлег? Бутлег. Неофициальный, на виниле? Бля, это как так? А это вот, Марка делает такие фишки, там было 4 бутлега вместе со Снофом. Ну, это white label. Да, 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 да. White label. Короче, если на виниле раньше выпускалась какая-то композиция, где не удалось автору очистить права на какую-то акапеллу, там либо сэмпл и так далее, то выпуск шел не с картинкой, где обозначены были музыканты, а просто белое яблоко. И там написано «Анэн артист». Да, да, что-то такое, знаете, не конкретно обозначающее. И вот этот трек, он на виниле. Послушай, Black. Вот он как раз, не жанру. Он такой, типа жанру. Ну да, она такая, у неё ритро. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Да-да-да-да-да. Почему нет? Рэддайс. Мы Рэддайса привозили. Да ладно? Да. Это был 2005 год. Извините, там вообще древние времена. Это я в Питере. Причём бедняга, на нём звук вырубался раза два. Блин, в 2005 году он был тем, кто сейчас? Он уже был очень крут? Он был тогда крут как раз-таки, сейчас он уже… Ну не знаю, мне нравится. Нет, я не говорю, что не нравится. Я понял. У него имя был, да. Пикет был, да. Сейчас он чуть-чуть помню. У него тогда релизы прям дум-дум-дум-дум. Ну тогда вообще Ликвид Фанковая… Ликвид Фанковая… Тогда волна была. 2005, 2006, 2007, 2008. Три года был прям… Пиздец, да. Вообще. Там госпитал просто… А потом нейрофанковый вырубил. Вот так вот. Да-да-да. Причём у хоспиталя тогда были тоже золотые времена. Но это мы старые стали. Не слушайте нас. Нет. Слушайте, блядь. И впитывайте. И смотрите старые релизы. Старые релизы. Да, поэтому… Очень много старого тоже интересно играть. Конечно. Да, я тоже хочу… Может быть меня Юра когда пригласит… Точнее меня приглашал, то я всё время отказываю. На дату? Да. Я может быть подготовлю как раз что-нибудь вот такое. Из старенького. Да-да-да. Потому что мне очень нравится. Там вся жизнь наша была. Вот эта молодость. Да-да-да. Старые вообще… От этих треков очень сильно… Нельзя забывать, конечно. Сто процентов. А почему Майкерс? Что это такое? О, это я придумал 15 лет назад. На самом деле. Его только… Ну вот этот… Никнейм. И реализовал его вот как раз в 2009 году первый раз. Что это такое? Что это такое? Это сочетание… Это двух… Две как бы такие… Два слова. Май. Это… У меня так… Жену… Звали. Не, звали. Когда она промоутером. Она работала промоутером. То есть она привозила, кстати, в частности… Клуб Бомба. Помнишь? Когда-то давным-давно в Иваново… Там СС еще был. В СС приезжали. Ну не суть, короче. Я был там? Да, ты там был. Ты там был в городе Иваново. С СС? С СС. Я там тоже был. Я там случайно попал. Пожалуйста, не подождите. Это было очень давно. Это вообще… Это клуб был? Наше выступление? Да. Ди-джей Профит присутствует… В начале был бит. Затем было больше. Ди-джей Профит бы я поеду. В начале было тяжело, Instead, ну и когда дай всё, Иди-джей, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 так очередная озвучка давай надо да трек вышел на фокусе в том году the way home название название к сожалению не очень помню что что хотел сказать что этот трек было очень поддержка поддержка была от тони коллмана вот да 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 очень хорошо назывался я тоже присоединяюсь к нему очень нравится мне при я очень приятно ребят давайте поддержим моего гостя стас майкерс грубо говоря впервые за вертушками на стриме тем более в общем-то немного волнения конечно же присутствует но самое главное что человек представляет свою музыку которую вот он пишет от души занимается этим с любовью с большой любовью да а и 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 Так, давай, озвучивай, что играет. Бери телефон прямо в руки и давай, погнали. Иди сюда. Так, это Zero T. Да, ты про него говорил, новая эпишка у него вышла. Очень классная эпишка, вообще всем рекомендую. Да, слушай, вкратце, давай пройдемся. Ну, все знают прекрасно, что я перед самим миксом, гостя, я выкладывал какие-то терки и так далее. И вот с Астасом мы немножко пообщались. Но сейчас, пускай это тоже войдет в наш стрим, ты писал музыку изначально не Drum'n'Bass. Вот вкратце, давай пробежимся по этому IDM а-ля вот Афикс Принтер. Да-да-да, начал я писать музыку очень давно. То есть, когда мне впервые увидел программу, это лет 14. Первая музыкальная программа была, Reason. И тогда я как раз познакомился с Prodigy, Афикс Твин. И, соответственно, как бы пытался сделать что-то такое похожее, интересное. А Drum'n'Bass пришел уже, наверное, с появлением пиратской станции первой. И там я уже очень активно стал слушать. Но не писал еще Drum'n'Bass. Самое главное, давай я тебя подвожу к самому главному. Почему ты вот такой музыкой начал увлекаться? Blazing! А, да-да-да. Такая радиостанция не называй, да. Да-да-да. Было радиошоу, да, у Profit'a Blazing. И когда услышал впервые, да, подумал, вот Liquid Funk, это, конечно, да, душа. Музыка душа. То есть человек услышал пиратские станции, там, продажи, влияние таких вот мастодонтов с достаточно агрессивным, энергичным звучанием. Но в итоге тебя завлекло вот P-FM, госпиталы, всякие там и так далее. London Electricity. Да, слушай, но в любом случае за Саса скажу то, что он еще помимо вот такого приятного и нежного звучания пишет немного дипчика. Ну, это мы уже обсуждали, что в следующем эфире он как раз-таки продемонстрирует вот свои какие-то работы, которые он ранее писал. Не Drum'n'Bass, возможно, там и так далее. То есть тоже будет концептуально и интересно. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Данька, привет тебе! Название In Silence Вышел где или что? Да, вышел на Soul Raider В том году Отлично! Слушаем! Привет, Даня! Да! Надеюсь, как-нибудь загремит сюда Окей! Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Окей. Слушаем. Да. Так, это был предыдущий трек, а нынешний? Давай. Да, этот трек выйдет на Цельсиусе. Это будет в компиляции Various Artist. Вот, тоже ждем весну. Да, окей. Да, окей. Так, это был предыдущий трек. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 что оба артистов было не так-то много. Я вас успокаиваю тем самым. Итак, еще раз. Каких иностранных артистов в каком году и в какие города мы привозили? В общем-то, время пошло. Пишите свои варианты. В ответе должно быть артисты. Перечислить года и города. Победитель получит билет «Стандарт». Да, бесплатно. Ну да, конечно же, тут без поисковика не обойтись. Вряд ли кто помнит досконально всю эту историю с привозами. Где, когда, в каких клубах, в каких годах все это было. Конечно же, не обойтись без этого. Но кто первый успел, тот поспел, как говорится. Да, пишите свой вариант. Название артистов, название годов и городов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Два с половиной часа. Впрочем-то, орвал и металл, очень круто было. Спасибо большое еще раз. Впрочем-то в сочах дождь, здесь минус, мощнейший снег, мороз, в общем-то такая раскидало маленько. итак по вопросу в каких годах в каких городах какие были иностранные привозы именно нейропанк их было немного ребят пиво ватчу вейнфо и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да-да-да, ну нет, это не премьера, это трек уже вышел в том году в составе моей EP на Фокузе. Это коллапс с Андреем Электросол Систем. Такое название Untitled, неизвестное, поэтому очень большой респект Андрею за доверие, круто было поработать. Окей, круто, да, слушаем. Давно с ним знаком. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 выступаю это клуб плата да welcome туда играет диджи дэн я джазман ну и 24 марта нейропанк фестиваль в клубе известия да столько наша уже родная площадка столько на фестивале проводили и ворограмм вести нейропанков очень много и так состав гидро тэти киллерс без миза ганча руинту вэйлс найс мэйдж пепер клип диспетчер нью вертол нами очень жирный мощный интересный и меру разнообразный состав нейропанкфест точка ру официальный сайт там ссылочка на билеты и различная информация по фестивалю go туда но мы пока еще продолжаем стас майкерс я дидже профит бейсон шоу каждую среду стримы из студии dfm с 23 часов до и и так давай озвучка да это очередной коллаб с антрус Данькой, Даньке привет большой да, 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 вышла тоже в составе и на фокузе там же где и коллабы с электрососом окей, слушаем и 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 так ну и завершающая композиция за сегодняшний стрим с остальцем макросом давай озвучивай кто чё так это совместный трек у меня с вокалисткой из Британии анима вот трек вышел уже в стриминге кстати около месяца назад но самое главное что он выйдет на виниле где-то ждем то есть пока его можно только слушать да пока только стриминги на винил будет где-то весной и это life history Вань привет да Ваньке Назину большой привет передавай приветы кому чего пожелания да 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 привет большой жене конечно же так же всей моей семье ну и всем Питер привет те кто знает те кто слушает спасибо да окей я присоединяюсь тебя поздравляю так сказать с почином здесь на стриме Basel ха 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 в общем начало положено это первый эфир дальше больше я думаю после лета сделаем еще какой-нибудь эфирчик и как раз таки продемонтирую что что писал ранее аля вот такой вот экспериментарь ну там и так далее в общем то с тебя трек лист и ребят скоро смонтирую с GoPro эфир какие нибудь говорилки терочки там и так далее и все это запилю как обычно ВК YouTube там на все свои соц сети всем спасибо на вопрос никто пока правильно так и не ответил я вопрос оставляю в силе в следующую среду я опять таки его озвучу у вас есть целая неделя для того чтобы найти правильный ответ и так каких иностранных артистов в нейропанк мы привозили на фестиваль нейропанк в России и какие то года ну хотя бы перечислить артистов и в какие города хотя бы их не так то много на самом саделе в общем то всем тепла и до следующей среды да числа на спец шоу джей профит фу ну я так немного под конец чё ты под конец на это чуть-чуть подкосячил прям пару треков блин бля вообще забей все нормально охуенно тем более для ну это ну левая я тебе клянусь я вот если бы не два часа назад я бы здесь сейчас это мы бы ничего не сделали а ты на тысячных был да на 2000 вот на вот эти а просто обычные обычные но это получше будет ну да и мы с тобой угорели если бы я вот не записался потому что я вообще прям я два часа я хотя бы там первый час я потыкал потом покушал и уже отыграл и как бы хотя бы я понял что я смогу до этого 15 минут практики все как ушки кушать супер да но они громкий пиздец громкий вообще ну слушай классный можешь мне порекомендовать да это дорогие не нихуя ты чего приколуешь что ли это все-таки мягкие они как сенхайзеры вот аналог сейчас с сенхайзеров очень легкие да слезли как раз таки индиси перешел эмси ну скорее всего они бесплатно это пионер диджей это модель вообще ничего нет модель а вот cx hdj cx они в районе 12 13 15 там нормально вообще да и они а сейчас двенадцать-двенадцать-двенадцать-двенадцать-напросто это раньше было за 23 косаря это уже дорого не на понятно что если ты диджеей что тебе как бы норм на них мина двадцать четыре но мне их в них те страны из америки да 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 это понятно а пионер вообще ну как бы нашей фирмы или чья фирма америка это американская террором с америке присылают мне друг просто там купил и а да да Я думаю тебя спонсируют. А вот эта пионерская тема, которая у вас там, пионер школы, это официально? Я просто там преподавал. Официально она или неофициально. Они себя трактуют официально. Я никаких сертификатов не видел самой школы. В принципе, кто-нибудь из Америки там? Я не знаю, как они там общаются там и так далее, в общем. Фу, я даже устал немного. Устал? Ну все, выдыхай. Выдыхай.